Друзья, мы с вами снова в Ано. Естественно, мы с вами продолжаем примерно с того же места. Как помните, у нас с вами до сих пор идет в городе праздник. В нашем маленьком городочке, если так можно выразить. Так, секунду, я не те головки нажимаю случайно. У нас по-прежнему здесь шествует праздник. Правда, длиться он будет не так долго. Осталось всего 5 минуток. И мы вот здесь вот, на выезде из города, заложили корабль. И я так думаю, вот я все куда-то направо строю, налево строю. Наверх у меня здесь есть, в принципе, место. Ну, вот, можно сюда продвинуться, да? Я совершенно забыл, что я могу спокойно двигаться сюда и строить какие-то части города вот здесь вот. То есть, например, мне действительно нужны фермеры, мне нужны рабочие. От радости и работа спорится. А, это ремесленник. То есть, смотрите, здесь у нас с вами, скорее всего, все-таки будут ремесленники в основном. А вот здесь я предлагаю, почему бы здесь не построить городочек рабочих, которые будут отсюда ездить и в месторожнение Связняка, и вот сюда на завод. И именно они будут работать. А здесь будем продолжать строить ремесленников, точнее, улучшать ремесленников. Для этого, естественно, нам с вами понадобится сейчас немножко это дело распланировать. То есть, предлагаю сделать вот такое довольно-таки большое поселение. Раз. Дальше. Ставим, естественно, дорогу им. Рядом есть склад. Рядом есть рынок. То есть, им не нужно далеко до рынка ездить. Ничего не нужно здесь лишнего строить, кроме одной детали. Пожарная часть. Вот это обязательно. Пожарную часть мы им поставим. И, в принципе, им будет довольно-таки близко до порта. А вот здесь у нас что с рабочими? Ага. Вот куда она с вами дофига рабочих нужна. И вот почему у нас минус 40. И именно поэтому так плохо строится корабль. Недостаточно рабочей силы. Я понял. Окей, договорились. Что будем с этим делать? Вот именно это мы с вами будем делать. Надеюсь, что в ближайшее время подвезут им рыбу. А что там по рыбе? Здесь тоже рабочие? Или нет, крестьяне? Склад заполнен. Ах ты, господи. У вас склад заполнен. Вот этот склад. Позволит увеличить общий размер жилищ. Нет, это порт. Хранилище плюс 50. Подожди. А если я просто поставлю, например, маленький склад вот здесь? Это же нормально будет? Плюс рыба. Я надеюсь, что да. Да, все. Наконец-то все заработало. То есть, теперь у нас с вами работает... Все, отлично. То есть, у нас с вами идет ловля рыбы. У нас с вами идет производство рабочей одежды. Сейчас давайте все быстренько просмотрим. Нигде никаких косяков я не допустил. Винокур не работает. Здесь никаких восклицательных знаков. С полями все зашибись. Поле пшеницы. Опять же, ферма. У нас ничего еще не хватает фермы, да. Я имею в виду, что мельница. Почему-то зерно. Беда. Доступно, зарезервировано. А почему бы тогда не построить сейчас еще одну ферму? Вот здесь вот точно. Это хорошее решение, мне кажется. Просто давайте рабочие, хлеб, ферма сюда. И, естественно, мы сейчас с вами все это дело расширим. Вот в эту сторону. Тихо, тихо, тихо. Как-нибудь аккуратненько вот так вот сделаем. Все, шикарно. Мне кажется, просто идеально получилось. Единственное, что здесь нужно дофига... Фермеров. Да, фермеров здесь нужно очень много. Где ты заканчиваешься? Ты заканчиваешься здесь. То есть, нам нужно сейчас построить сюда еще с вами домиков. Жилье фермера. У нас по дереву все зашибись. Здесь мы с вами не построим. Подожди. Отменись. Еще раз. Чуть-чуть поближе. Вот так вот, чтобы построить три домика. Три домика сюда. И три домика сюда. В городе не хватает рабочих силы. Какой именно? Вот этой. Но я понимаю, я знаю, знаю, знаю. Не нужно мне об этом рассказывать. Это я прекрасно и без тебя знаю. Не знаю. Я, наверное, зря вот это сюда делаю. Вот так вот. Но все-таки нужно сделать. И еще раз ставим с вами жилье фермеров. Урежем ему еще немножко. Можно построить просто еще одного где-нибудь в другом месте потом. Как вариант. Хотя... Ладно, не будем мы сейчас сюда расширяться. И вообще, я бы на самом деле вот этот домик тоже бы отсюда щух испилил. Хорошо, что там люди не стали кричать, что А, что ты делаешь, сволочь? Мы только-только приехали в твой город, чтобы это было... Ну, не то чтобы симметрично, но так. Более приятно смотрелось. Потому что куда сюда вылазить, не очень приятно. Жилье фермеров мы с вами сейчас просто поставим еще одно вот здесь вот. Дальше. Продолжаем строиться сюда. Помните, здесь у нас тоже с вами очень интересное такое жилье задумал. Вроде никого не цепляем. Три сюда. Три сюда. Три сюда. И три сюда. Естественно, это будет дорога. Дорога закольцуется вот таким образом. Хорошо. И пожарники у нас с вами будут здесь вот отсюда, естественно, идти. То есть вот таким образом. Если что-то случится, пожарники приедут. И давайте-ка, наверное, все-таки здесь вот так вот это дело обложим с вами... Подожди, нет. Вот так вот обложим кирпичной дорогой. И вот сюда ее проведем, чтобы, если что, пожарные отсюда могли добраться туда. И опять же, им сюда приходит вот этот рынок. Вроде все хорошо пока что. Игра сохранена. Замечательно. Так. Здесь по-прежнему шествует праздник. Так. Что у нас с вами здесь? Шнапс. Ром, шубы, швейные машины и прочее. Мы это даже не разблокировали. К этому перейдем в ближайшее время. Нормально. Здесь потихонечку колбаску делают. Ребята здесь довольны. У них все хорошо. А здесь? 7 из 10. Теперь просто нужно подождать. Я предлагаю... Предлагаю праздник в городе Точинара закончился. Печалька. Но да ладно. Стал бы видеть хуже. Снизилась привлекательность города. У нас с вами здесь наконец-то появляются фермеры. Ну в смысле. По 10 единиц я имею ввиду. Которых можно превратить в рабочих. Давайте именно этим и займемся. Потихонечку. Это на что там тратят кирпичи? Нет кирпичи. Я не помню честно говоря. Нет доски все-таки. По 4 доски тратят. Что там такое? Редактор сообщает, что газета вышла вовремя. Как вы договаривались. На это пришлось пойти. Но единственное что не понял. В смысле он ничего мне не дал. На подтверждение. Как странно. Обычно. Обычно все нормально в этом плане. Так. Ребята. А что у вас там? Колбаса. Да сейчас все будет. И мыло, и колбаса. И школа. Хорошо. Содержание стабильное. Ну типа далековато до школы. Но я думаю что будет все хорошо. И вот только что благодаря этому у нас с вами. Благодаря этому у нас с вами вот здесь должны быть рабочие. Секундочку. Корабль спустили на воду. Да? Есть. У нас с вами есть комар. Стремящийся. Стремящийся потихонечку ремонтируется сам по себе. Замечательно. Я хочу посмотреть. Ребят. А у вас здесь никаких больше заданий для меня нету? Пожалуйста. Нету заданий, да? Здесь нету. Подожди. У нас есть другие острова. Здесь. А вот здесь есть. Это что такое? Проявить инициативу. Проявить инициативу. Она мне просто так деньги прислала. Вот здесь, да? А что я могу сделать? У нас больше чудесно. Да. Она любит колбаски по 96. И пивасик по 650. У нее много глины, рыбы, свинюх, там железо, аж сталь. У меня тоже идет производство. Ну, колбаски. У меня, мне кажется, не так много колбасок. Сейчас нужно проверить, что у меня происходит по колбасе. Нет, не здесь. Вот здесь вот. 32, 31. Маловато колбасок, да? Нам нужно побольше производства. У нас 115 свиней. Секундочку, я случайно. Я правой клавишей мыши нажал, но это ничего не дало, кстати. Так, 115 свиней, но с колбасой беда. А если я поставлю еще одну мясную лавку? Вот здесь. Вот здесь. Пускай вот здесь, да? Черт, нет. Не-не-не-не-не-не. Здесь нельзя, здесь деревья. Здесь деревья у этого господина. Все хорошо. Здесь нельзя, извините, свиньи. Извините, свиньи. Вот здесь мясная лавка. Есть такая беда, что типа фермы присутствуют, а маловарня. Да, маловарня полностью загружена, мне кажется, на 100%. Нет, не загружена. Здесь идет производство. Нормально. Здесь все хорошо. Так, швейные машинки. Ну что, давайте к вам потихонечку переходить. Во-первых, окна это немножко не то, консервы, ратуши. А я не знаю, что дает ратуши. 2500 она стоит. Плюс нужны окна, плюс нужна сталь. Сталь потихонечку производится. А здесь у нас швейные машинки, железный рудник, уголь, плавильня, хижина лесоруба, фабрика швейных машин. Опять окна. То есть нужно начать по-любому с окон. Песчаный карьер. Что тебе не нравится? Построить шахту? Нет. Инженеры? А что мне нужно, чтобы разблокировать инженеров? 1500 ремесленников. Ты представляешь? 1500 ремесленников? Обалдеть. Не, ну это очень жестко на самом деле. Так. Ладно, домики пошли сюда. Дорога пошла сюда. Прямо это очень много. Это прям реально очень-очень много. Там нас было 4. То есть вот так еще должно быть 3, 4. 16 досок, которых не хватает. Ладно, ждем. Просто подождем, поставим скорость побольше. Может быть кто-то прибежит, там прилетит, приплывет, чтобы взять у меня задание. А может быть мы с вами возьмем, например, стремящийся. И отправим... И не только стремящийся. Мы с вами возьмем вот так. И отправимся немножко повоюем. С пиратами. А почему бы нет? Я так понимаю, что в паре они будут плыть с одинаковой скоростью. Причем фрегат идет на парусах. А флагман у нас с вами идет на... И на парусах, и на двигателе. У него там правой двигатель, я так понимаю, угольный. Секунду, где мы? Этих мы не трогаем. Совершается сделка в Точангараде. Нам нужно немножечко привлекательность города повысить, я думаю. Секунду, 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 секунду. Вон. Давай. Тихо. Стоп. Да стой же ты. Помедленнее, помедленнее. Они идут в режиме флота. Давай вот так вот. Пошел процесс. Ай, хорошо, влетел ему. А давайте побоюем, потому что там может быть что-то интересное. Например, пушки. Халявные пушки это всегда хорошо. Каждый будет отомщен. Мод готов. Да, ты в этом уверена? А что значит каждый будет отомщен? Где она сидит? Где мы с вами находимся? Мы где-то здесь. Где она находится? Пока трюм не заполним, мы сейчас с пиратов с вами не слезем. Давай-давай-давай быстрее. Нас с тобой побольше пушек, правда, нужно. И укрепить наш порт. Чтобы там больше было защиты. Что это такое лежит? Подбирай, пожалуйста. Это паруса, ладно, договорились. Я могу где-нибудь паруса продать? Я вижу еще один пиратский корабль. Вот он. Мы потом заплывем к кому-нибудь и посмотрим, можно ли продать паруса. Таким же образом можно довольно-таки большое количество денег сплотить. Вообще можно потом создать себе большой флот. И при помощи флота напасть на кого-нибудь. Как вариант. Давай-давай-давай быстрее. Да давайте побольше скорость поставим. Вижу тебя, вижу. Поспокойнее. Воу-воу. Что это такое? Фрегат пиратов. И у меня фрегат, и у них фрегат. Но у меня два корабля сет. Давай-давай-давай-давай. Неплохо. Пошел процесс. Слушай, это круто. За что мне все-таки нравилась эта игра? За то, что она так обалденно прорисована. Здесь можно и посражаться. И экономика есть. И просто быть мирным. Не знаю, развиваться. Немножко надоело развиваться мирно. Пошел, немножко пиратов повалил. Это тоже забавно. Подожди. Забери, что там такое валяется. А ты иди сюда. Еще пиратский корабль, да? Давай, валя. Я не знаю, что она от меня хочет. Я пока что откажусь. Я потому что не понимаю, как мне принять что-то. То, что она предлагает. Если бы она мне давала 50 тысяч. Это один разговор. Другой разговор это то, что... Секундочку, секунду. Возможно, не понрав... А, там еще один корабль. Давай сюда. Моим союзникам, возможно, не понравится то, что я заключил перемирие с пиратами. Ну-ка, пушки. Здесь. Давай, давай, да, давай. А ты давай-ка вот сюда. Забираем вот это вещи. И отправляемся домой. Слушай, прикольно. Нам нужно, правда, немножко фрегат починить. Паруса все пробитые. Почему он дымит? Это пожар на борту или что? Друг мой. Что там такое? Подбирай. Давай, 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 давай. Это... Ром. Йо-хо-хоя, бутылка, да хватит уже. Слушай, это прикольно. Хорошо. У нас, так как с вами огромное количество железа. И что там происходит с углем? Большое количество угля. Нам нужно обязательно здесь построить еще одну плавилочку. Давайте это сделаем. Кидаем сюда. Секундочку, а что она так ставится? Вот здесь-то она вот так вот поставилась. Как мне развернуть? Хорошо, я не знаю, как-то она сама развернулась. Сюда с вами воткнем плавилочку. Здесь прям такое место получается. С очень большим загрязнением, да? То есть желательно сюда никаких людей не селить. А вот тут нам с вами нужно поднимать ремесленников. Как там у вас вообще, ребят? 20 из 30? Типа дальше не продвигается. Я тебя понял. 20 из 30. Почему нет? Опять балок не хватает. Что у нас сейчас? 600 из полутора тысяч. Мне жестко не хватает их на самом деле. Давай еще, горожане. И есть такой момент. Нам бы с вами немножко парков создать. Потому что у нас очень мало привлекательности. А именно парки этим и занимаются. То есть я бы вот здесь вот на самом деле где-нибудь сделал парк. То есть смотри. У нас вот здесь пойдет дорога. Вот так вот раз. А сюда мы наверное поставим какой-нибудь хороший парк. Поставим пока что обычную дорогу. Давай. Еще раз. Парк. Нужно попытаться сделать что-то симметричное. То есть например. Вот так пойдут. Да пускай поляна просто с цветами пойдет. Нормально. И построим дорогу вокруг этого дела. Немножечко тем самым повысим привлекательность этого места. Вот конкретно этого места. Но. Мы с тобой построим. Смотри. Яблоню вот с этой стороны. И вот с этой стороны яблоню. Хорошо. Здесь у нас такая штука. Еще какие-нибудь такие пустые места есть у нас. Вот здесь я льва вроде как поставил. А. Строительный участок заблокирован. Кстати. По поводу льва. Действительно. Можно было бы поставить площадь с фонтаном. На острове есть одна. Но это все равно повышает привлекательность. Вот сюда этим рабочим. Да. Взять. Влепить одну площадь с фонтаном. Пускай будет. Есть. Хорошо. С этим разобрались. Здесь пойдут еще домики. Потому что мы здесь не влияем на. Что такое. Почему я дальше не могу построить страна. Мы здесь абсолютно не влияем на лесоруба. Еще немножко домиков. Потом тоже будут горожанами. И таким образом у нас все обеспечено. 12 стальных блоков. То есть производство стальных блоков поперло. Хорошо. По поводу глиняной шахты. Что тебе? Склад заполнен? Как? Как склад заполнен-то? Подожди. А что? А что? На складе 5 из 125. Я просто этого сейчас не понял. Почему вы отсюда повезли? Да? Глина. А. Глины навалом. У нас навалом глины. Но при этом мало кирпичных заводов. Я понял что не так. То есть можно было это давно на самом деле. Давно улучшить производство. То есть смотри. Один поставить еще сюда. И один поставить сюда. Будет небольшая проблема с рабочими. Но будет гораздо больше глины. То есть они добывают гораздо больше чем мы производим. Все. Хорошо. Я честно говоря не знал. Рабочие. Что-то как тут фигово. А вот здесь. А что фигово так? Хлеб. А ты серьезно? Слишком много людей. Слишком мало хлеба. То есть у нас смотри. Скорее всего мильница. Работает на пределе. Муки 41 на 125. Нет. А. Вот пекарь. Пекарь. Где у нас пекарь? А вот саму пекарню. Мэй бы еще одну поставил. Куда-нибудь. Вот сюда. Вообще идеально. Все. Сейчас будет еще побольше идти производство. Количество рабочих у нас не хватает. Друзья. Еще бы еды какой-нибудь. Еще бы мне рабочих каких-нибудь. Замечательно. Было бы вообще идеально. Значит вот здесь будут рабочие. На самом деле нам нужно вот этого оружейника. Вот это все сгрузить. Потому что это трюм. Это здесь не работает. Это нужно сюда ставить. И поставить на наш фрегат. Вот на этот. Точно. Я что-то об этом не подумал. Немножко затупил. Здесь что происходит? Ремесленники 574. Но они прибавятся. С хлебом мы разобрались с вами? Скажите мне. Мне кажется запаса хлеба потихонечку прибавляется. Да. Все в порядке. С этим зашибись. Фу. Блин. Это прям. Это прям жестенько. А вот запасы зерна. Запасы зерна. Зерно 1. На складе острова 0.125. То есть зерна не так много как хотелось бы. Можно было бы и побольше. Игра сохранена. Ладно. Я тебя понял. А где мне зерно поставить? Я даже не знаю. Где сейчас его поставить? Кстати. Вот здесь можно было бы дорогу еще одну провести. А что я еще могу построить? Памятная статуя. Можно при входе в город на самом деле ее разместить. Торговое соглашение соперники. Памятная статуя. Наконец-то. У нас с вами здесь потребность в хлебе удовлетворилась. Можно делать с вами сейчас быстренько ремесленников. Пока что это возможно. Нужно прям лепить. Как вам удалось втянуть меня во все это? Что такое? Почему минус 4? Что тебе не понравилось? Я тебе все выполнил. Дружище. Я тебе все выполнил. Все, что ты хотел. Гуляй. Ко мне никаких претензий быть не может. Мы с вами продолжаем ставить ремесленников по полной. Надеюсь, что сейчас быстренько выпрыгнем в нужную сумму. Нужное количество. Пока у нас есть люди. Быстро, быстро, быстро. Замечательно. 19-19. 20-20. Так. Еще 19. С кем? А, это не между нами. У меня там... В принципе, у меня фактор не нападения. Люди должны быть довольны. По-прежнему нормально. Жалко, что я не могу их всех выбрать. Я могу через шифт всех... Нет, не могу выбрать через шифт. Потому что у них разные потребности. Точнее, разное, может быть, количество. Разные потребности. Разные вещи. Поэтому все прям по одному. Но это единственная игра, в которой можно вот так вот... Ты именно решаешь. Вот так вот решать, кто из них станет высшим сословием, кто нет. У нас сейчас будут с вами проблемы с рабочими. Обычными рабочими, я имею ввиду. Но зато у нас с вами будет очень много... Нет. Нет. Друзья мои. Что у вас тут? Что за беда у вас тут? Почему я не могу перевести их в ремесленников? Чуть-чуть осталось же. Ну, камон. Игра. Опять хлеб? Девятнадцать, девятнадцать. Хорошо, подожди. Здесь семнадцать, двадцать. Восемнадцать, двадцать. Здесь я могу сделать рабочих? Могу. Что у нас сейчас с вами? Нормально. Пока что стабильный плюс. Пятьдесят четыре тысячи. Мы наконец-то вышли в настоящий плюс. То есть у нас сейчас с вами профит. Начали игру с пятидесяти тысячами. И сейчас у нас с вами пятьдесят четыре. Я понимаю, что я сейчас забираю фермеров и превращаю их в рабочих. И фермеры нам понадобятся. Но именно этим сейчас и займемся. Мы с вами возьмем жилье фермеров. И поставим вот сюда. Еще немножко домиков. Раз. Дальше. Нам с вами нужно вот здесь вот провести немножко улицу. Как-нибудь вот таким образом. Раз. Здесь подвести улицу. И вот сюда еще фермеров. А чего нет-то? Что здесь? Отдельный. Что там заблокировано? Я сюда, видимо, случайно дорогу жахнул. Вон, видите? Чуть-чуть. Да, капельку дорогу жахнул. То есть сюда можно, сюда можно. А, нет, подожди. Это плохо. Это убираю с вами. Сейчас будет рабочей силой. Не переживай. Как странно здесь получилось все. Проводим дорогу. Проводим дорогу. Очень странно получилось, на самом деле. Еще раз. Жилье фермеров. Хм. Ну и ладно. Пускай будет так. Но вообще, на самом деле, ерунда. Вот это отсюда нужно убрать. Площадь с фонтаном, честно говоря. А она здесь вообще не в кассу. Перенести ее в другое место. Убираем. Ставим с вами дорогу. Вот так вот. И вот так вот обносим. Что-то у меня здесь... Вот здесь вот, видите, какая-то вот эта вот ерунда. Она прям... Да, она вот здесь все вот это рушит. Теску убираем. Всю идиллию. И вот здесь три домика. Нет? Не встанет три домика? Не встанет три домика. А мы сюда вам поставим сейчас бронзовый лев. Нет? Вот это? Ну вот сюда ее поставим. Вот, зато здесь получается симметрия. Какая-никакая, но все-таки симметрия. Все, хорошо. Получаются фермеры. Фигово с рабочими. Но рабочие должны потихонечку подъезжать. Школа. Вам здесь школу не доставят, да? Я школу могу вам построить вообще без проблем. Могу-могу-могу построить школу. Сейчас она вам будет. Здесь нельзя. Сюда. Охват пошел. Сейчас будет все хорошо. Здесь? Пожалуйста, мне нужны ремесленники. По-прежнему проблемой с чертовым хлебом. Возвращаем привлекательность нашему городу. У нас еще появляются доски. А это значит, что нужно обязательно ставить еще фермеров. Потому что это самая большая проблема. Вот сюда. Вот сюда еще с вами ставим фермеров. Иначе нам просто некому будет работать в полях. А, на заводах. Точнее, вот здесь у нас с вами есть рабочие руки. Есть, конечно, небольшой минус. Но, в принципе, это 1200 плюс у нас идет. Мечтаю о боль. Хватит мечтать. Работай. Но мы с вами чуть-чуть, вот прям капельку не хватает, чтобы добиться следующей ступени. Но предлагаю на этом остановиться. Продолжать будем с вами в следующем выпуске. Я думаю, что он будет, когда я вернусь из отпуска, с новыми силами окунемся в этот город. Здесь такой скат небольшой, да? Да, влащинка. Но самое главное, что разобрались с такими аспектами, как, например, балки. То, что у нас очень большая, например, добыча идет железа. И железа на складе, как видите, до сих пор очень много. Та же самая история, если не ошибаюсь, у меня с углем. Давайте проверим. С углем та же самая история. Ну, в смысле, не так много его, но хватает. А также у нас с вами перемирие окончено. И есть до сих пор проблемы небольшие с хлебом. Я абсолютно не понимаю, откуда такие проблемы с ним. Но будем разбираться с этим уже позднее. На этом пока что все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok